Становись! Провняйтесь! Первая! Вы вступаете на охрану следственного изолятора номер один. Задача не допустить побега из-под охраны. Другие нарушения по службе. Именно такими словами их встречают здесь каждое утро. И напоминание о бдительности не символическая процедура. Все прекрасно понимают, в СИЗО прикрытые на секунду глаза могут стоить очень дорого каждому крымчанину. Мы находимся в самом внешне спокойном месте. Однако фактически через несколько метров в любой момент могут вспыхнуть нешуточные страсти. Взять утром в руки оружие, заступив на службу, не так просто, как может показаться. Для начала человек должен доказать, что на 100% готов к колоссальной ответственности на приеме у специалистов. Ежедневно каждому охраннику необходимо пройти ряд простых тестов, для того, чтобы определить его эмоциональное состояние. К примеру, вот такой тест Люшера. Необходимо на столе перед психологом разложить карточки по цвету от наиболее предпочтительного к наименее. При этом нужно быть честным как перед самим собой, так и перед специалистом. Давайте проверим, смог ли я заступить сегодня утром на службу, если бы работал в СИЗО. Вы хотите казаться человеком общительным, предрасположенным к общению, но на самом деле есть какие-то внутренние, скажем так, какое-то беспокойство. С таким вердиктом психолога ни о какой выдаче оружия на руки сотруднику быть не может. А вот Александр уже почти два десятка лет демонстрирует железные нервы. Он охраняет СИЗО с 2001-го. Перед работой уже привык отвечать на стандартные вопросы. Впрочем, по-прежнему делает это вдумчиво, не для галочки. Вы сегодня пришли на работу в хорошем настроении? Да, конечно. Проблем не было у вас по пути на работу? Нет, проблем не возникало. Выспался, к службе готов. Встречаешь доброжелательный ответ на свой вопрос, соответственно, как бы настраившись на работу. И чувствую, что какие-то улучшения, будем говорить, в своем настроении произошли. Виктория Азарова, психолог в СИЗО, раньше трудилась на аналогичной должности в школе. На каждого из сотрудников по утрам у нее не больше трех минут. И за это короткое время необходимо безошибочно разобраться, все ли в порядке. Впрочем, есть место и для обычного житейского разговора. Безусловно, на консультацию ко мне обращаются. И в процессе вообще утренней диагностики мы непосредственно еще проводим аудиовизуальную, так сказать, диагностику. Оценка здесь идет и внешнего вида, и умение отвечать на поставленные вопросы. Для контроля эмоционального состояния сотрудников в СИЗО есть отдельная служба. Не только заключенных, но и охраняющих их людей в форме в случае необходимости могут условно занести в специальную группу нуждающихся в поддержке. В этой категории отслеживается динамика психологического состояния. В этих группах сотрудники состоят не менее чем полгода. С ними регулярно проводят индивидуальную работу, также и групповую, наши психологи. И в дальнейшем оценивают состояние, готов ли сотрудник быть исключен из этой группы или нет. За столом работает в Рио начальник СИЗО по охране Вячеслав Самойлов. Именно он контролирует всех сотрудников, следящих за тем, чтобы замки оставались закрытыми. И никто не добрался даже до проволоки на высоком заборе, не говоря о большем. Даже отсюда манящий пейзаж лишь через решетку. В УФСИН, заверяет специалист, есть список причин, по которым отнесения службы могут временно отстранить, если человек не готов морально. У кого-то какая-то несчастная любовь, разводы, какие-то проблемы, бытовые проблемы в семье. Все это отражается. И на основании этого всего мы принимаем решение, либо допускать сотрудника до службы, либо нет. А если, допустим, свежая ситуация, вот вчера развелся человек... Нет, мы его не допустим. Нас пускают в место, откуда выехать его основные обитатели могут лишь под конвоем. Впрочем, это наиболее мягкие условия. Тут содержатся малолетние преступники. Лиц показывать нельзя. Но, несмотря на зачастую обманчивый положительный образ, все они, 10 человек, сошли с верного пути. Этот парень в камере один. Пока нет человека, попавшего в СИЗО с похожими статьями. На столе книги, рядом гигиенические предметы. Именно их жизнь не так похожа на каторгу. Рядом есть место для молитвы, спортзал и библиотека. Ждать приговор они, конечно, при наличии желания, могут, не теряя времени зря, занимаясь саморазвитием. Впрочем, даже в этом отделении за всеми при внешнем спокойствии необходим глубокий присмотр. Поэтому на страже в постоянной готовности 7 дней в неделю большой штат сотрудников. Охрана, кинологи, психолог и другие работники СИЗО делают так, что надпись «Двери закрыты» становится девизом учреждения, а не уставной необходимостью. Тарас Березицкий, Александр Рыбин. Служба новостей и ТВ.